Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня к нам в гости пришел Алексей Мечетный, который является руководителем танцевальной студии РЭК и проекта «Танцуй за мной». Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Ну, первый мой вопрос. Все-таки закончились новогодние праздники. Как провел эти новогодние праздники? Чем занимался? Танцевал, наверное, много? Если бы. Вот. Новогодние праздники прошли шикарно, потому что встретил я со своей семьей. Вышел я с этих праздников уже 2-го числа и ждал, когда наша страна уже выйдет, чтобы приступить к работе, и это было очень тяжело. Это отдыхать ты не хотел? Нет, нет. Мне хотелось побыстрее уже начать работать, и куча идей, которые надо было уже воплотить. Я пытался до всех достучаться, ну, кто в отпусках, кто просто не хотел мне отвечать на звонки, сказал, не трогай меня до 12-го. Ну, и ты, я надеюсь, решил тоже до 12-го. Ну, да, я лежал дома и ничего не делал тогда. Да. Ну, естественно, занимался, да, и спортом, и танцевальные номера раскладывал, поэтому, ну, не в пустую праздники прошли. Ну, ты все-таки участвовал, да, в конкурсе «Мистер Клинт-2014». Расскажи, как поменялась твоя жизнь после этого конкурса? Уже все-таки прошло довольно много времени, да? То есть можно сказать, что действительно «Мистер Клинт» стал каким-то поворотным таким, знаешь, в твоей судьбе? Ну, не в том, что он стал поворотным, он стал, так сказать, очень значимым для моих проектов в плане того, что когда мы там выступали, мы шли с целью познакомиться с людьми, научиться работать и найти нужных людей к себе в команду. И поэтому у нас это все получилось, мы до сих пор общаемся и работаем вместе с Русланом, мы работаем вместе с Еленой Анатольевной Плаксиной, за что ей просто огромное спасибо, она нас терпит. И, естественно, как бы поступили много заказов, много работы, то есть в плане вызвало это интерес, и больше стали обращать внимание не на то, что я из Твери, а на то, что я все-таки чем-то занимаюсь в Клину, и, оказывается, да, у меня есть и студия, и проект, и у меня много еще, много чего интересного, вот. Расскажи, просто, мистер Клин, у тебя там друзей ВКонтакте больше стало? На улице стали узнавать, там, подходить? Алексей, сфотографируйся? Нет, подходить не стали. Стесняются подходить? Нет, они просто не хотят, видимо, портить себе репутацию, как... Вот. Не буду я фоткаться с этим? Да, не буду, да. Насчет ВКонтакте, ну, просто поздравления, друзья, ну, да, появились, новые друзья, но просто так добавляться, ну, никто не стал, тоже, тоже, видимо, не хотят. Ну, хорошо, расскажи тогда нам про студии свои, да, сначала, ты же, да, в первую очередь, руководитель студии РЭК. Да. Сколько уже лет вот этой студии? Ну, не лет, наверное. Не лет. Наша студия начала работать в октябре 2014-го. Через три месяца мы уже выдали первый, первый, так сказать, наш, наше творение первое. Это мы выступали в Стекольном, мы выступали на Мисс Клинчанку, вот, и кому-то понравилось, кому-то не понравилось, но это зацепило многих этот номер, да, и люди поняли, что мы настроены очень серьезно. Сейчас у нас подготовка к танцевальным фестивалям по стрит-дэнс-шоу, которые будут проходить в мае, в апреле, в мае и в июне. Это будет у нас в Клину? И, скорее всего, может быть, даже Сочи. То есть, может быть, мы до тут доберемся. Что касается вообще наших выступлений, зацепило, ну, прислали много комментариев в плане того, что хореография недоработана, дети косячат. Я сказал, ну, вы сами понимаете, там, три месяца занимаемся. Они сказали, ну, для новичков неплохо, но мне очень понравилось то, что люди, которые давным-давно уже в этом спорте, давным-давно в этом искусстве, они написали, что мы молодцы и далеко пойдем. Нас вывесили на официальной странице Blackstar у L1, у Мота, у Кристины Си мы даже попали. И там еще больше комментариев. А это я просто сейчас, я не совсем должна, это рэпери L1? Да, 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 это треки, под которые мы выступали, и люди разместили на официальных страницах. А это как? То есть ты никак не давил? Просто у вас висело видео и добавили, да? Да, да, и вот нас вывесили там тоже, и после этого тоже много комментариев и предложений о том, что Алексей, я думаю, что, ну, это в Инстаграме была подпись, что давайте соберем полностью всю коллекцию Blackstar, у нас есть уже два из девяти, ну, вот этих выступлений, комментариев в странице. Давай еще под семь треков сделаем разных их исполнителей и соберем полную коллекцию, это наш квест на ближайший год, наверное. А сколько в танцевальной студии задействовано людей, сколько занимается человек? Все, кто у меня сейчас есть, они все выступали. К сожалению, у нас сейчас их немного, но этого было достаточно для того, чтобы сделать первый шаг. В моей группе у нас занимаются 15 человек, включая 3, 3, ой, 4 очаровательных маленьких девочек, которые у меня тоже танцуют. Выступили, к сожалению, три, одна заболела. Ой, потом, наверное, переживала, да, семь? Очень-очень переживала, но все равно она готовится сейчас к новым номерам и к новым творениям. Сейчас к нам присоединились новые люди, и мы сейчас устраиваем набор в мою команду для подготовки вот как раз к фестивалям. Это будет что-то более масштабное, да? Более масштабное и уже выход за, так сказать, школьного масштаба. То есть мы будем выступать, ну, в кляну, естественно, мы покажем это выступление, да, в ближайшее время, когда сделаем. А так это все уже на всероссийский, на международный уровень, то есть подготовка. Про проект, значит, «Танцуй за мной», который вы представляли на форуме под названием «Идеология лидер», если я правильно понимаю? Да, 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 представлял, да, было дело. Вот, ну и расскажи, какое развитие у этого проекта? Все началось с того, что мне позвонили, сказали, Леша, не хочешь ли поприсутствовать на форуме? Я сказал, конечно, хочу, плюс еще вдобавок та ситуация после мистера Клин, когда надо было срочно что-то предпринимать, чтобы меня принимали уже, наконец-то, за своего. Я, естественно, пошел туда, меня посадили за круглый стол, дали мне табличку, которую я должен был поднять вверх и сказать что-то о своем проекте. То есть какой-то точной идеи и точной цели я не преоследовал. То есть я хотел просто сказать, чем я занимаюсь, и все. Потом, изучив программу нашего губернатора, я увидел эти пункты, которые он представлял, да, по поводу лидерства, команды и так далее. Я понял, что нашему городу не хватает группы людей, которая бы могла развивать город Клин не только в своем, да, городе, но и представлять его на области. То есть некую, с одной целью, лишь бы развивать и представлять город и сделать для него все возможное. Да, 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 то есть создавать какие-то приятные акции в нашем городе, да, не только танцевальные флешмобы, что мы делали, а что-то более такое масштабное. То есть все-таки в рамках проекта «Танцуй за мной» не обязательно танцевать? Нет, нет. Главное — это делать что-то за мной. Нет, это просто название, которое мы быстро сделали, и оно оказалось очень приятным всем, вот. И я подумал, почему бы не создать свою волонтерскую команду. И когда я поставил тапличку, мне дали слово, сидела Алена Дмитриевна, и я сказал, что... Начал рассказывать про свой проект, мне была заготовлена огромная речь. Мне сказали, ну мы тебя поняли, ты молодец, все, ладно, что ты хочешь-то от нас? Я говорю, я хочу создать свой волонтерский центр. И я помню, это такая тишина была. И я такой думаю, так, что-то я, наверное, не то ляпнул, я просто вижу некоторые лица, которые не понимают вообще, что я сказал. И Алена Дмитриевна сказала, это очень круто, молодец, давай дерзай. И после этого сразу же ко мне подошел Алексей Викторович Сосонный, который просто сразу же среагировал. Он сказал, Алексей, как только подготовишь какую-то бумагу о целях, задачах проекта, да, приди ко мне, мы с тобой поговорим. Ну, я сразу же в течение нескольких дней это сделал, пришел к нему, и он сказал добро на создание вот этого как волонтерского центра. Ну, не так масштабно, а просто волонтерской команды, куда могут приходить люди, кто хочет, да, и участвовать в жизни города, и развивать себя. И в создании участвовать главные проекты для города. Да, естественно, каких-то акций, просто добрых акций. То же самое, начиная от простых, да, у нас сейчас будет такой, я не знаю, ну, прикольно, там, листочек такой написан, не хватает на проезд, возьми монетку. Там такие висят эти листочки типа номеров, только по два рубля приклеены. Вот, всякие там раздавать открытки, там, с табличками ходить, там, обнимаешь какие-то акции более серьезные, да, для дорог. А с табличками эти дни меня. Ну, да, ну, что-то такое, что, чтобы люди, ну, создавало более яркие краски в нашем городе, что ты выходишь, и что-то происходит, что молодежь что-то делает, да, не только гуляет, отрывается, да, и учится. Нам хотелось создать такое место, куда люди могли бы приходить после школы и собираться в одном месте, да, и общаться, может быть, помогать друг другу, да, и с уроками, и что-то такое, то есть какие-то вопросы. Ну, с уроками, а то я сейчас начну чем-то заниматься уроками. Нет, 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 то есть мы хотели это сделать, и у нас получилось, сейчас нам выделили кабинет. Кабинет в стекольном, да? В стекольном, да. Алексей Викторович нам дал его на несколько дней в течение недели, сейчас мы пока начинаем собираться только по субботам и воскресеньям в пять часов внизу, и там уже провожаем на кабинет, он называется там методический, напротив какого-то маленького хореографического зала. То есть вы еще пока ни разу не собираетесь, правильно? Вот у нас первая встреча будет как раз в это воскресенье в пять часов, то есть если кто-то из ребят сейчас нас слышит, да, вы можете приходить, участвовать в наших, так сказать, начинаниях деятельности, в наших проектах, добро пожаловать. Так, ну хорошо, но я, насколько знаю, что у вас уже есть какие-то первые задумки, то есть уже? Первые задумки, да, у нас уже проходило, у нас уже было две акции, они были чисто танцевальные. У нас был флешмоб еще на один город в Сестровецком, и сейчас на новогоднем концерте в Стекольном мы показали свой второй флешмоб, ой, вру, на мискли, показали свой второй флешмоб, посвященный спорту нашего Клинского района. То есть ребята высказывали свое мнение, дальше мы станцевали, и, ну, в общем, получилось вроде неплохо, то есть кому-то понравилось, кого-то зацепило, да, кто-то задумался. Я думаю, нужные люди его увидели и еще увидят. Вот, и, конечно, ближайшие акции, которые у нас есть, мы сейчас собрали шикарную команду, которая этим занимается. Это же за команда, что это за команда? Это люди, люди-единомышленники, которые вступили тоже в наш проект и готовят эти акции. Естественно, бесплатно для людей, готовы их радовать. Сейчас у нас команда собралась, это я, Руслан Козлов, Андрей Коваленко, Яна Паршина, Даша Ульянова, Дмитрий Наценко. То есть вот ребята, которые готовы что-то делать, и на 14 февраля мы делаем шикарное мероприятие. Люди, если не знают, как провести этот день, то, естественно, добро пожаловать, но это пока секрет в плане проведения. Да, мы это все выставим в нашей группе «Танцуй за мной», заходите туда, следите за новостями, присоединяйтесь к нам. То есть будет 14 февраля что-то уже, уже наш город должен что-то ждать? Да, будет. Так, а после 14 февраля есть какие-то, может, еще какие-то? После 14 февраля есть, да, у нас задумки. Естественно, до сих пор в планах это проведение в июне постановка мюзикла, в котором могут принять тоже все желающие, которые осилят, да, все что угодно. Тоже мы городу подарим это мероприятие, мы его покажем два раза в течение двух дней и, может быть, выйдем за рамки нашего города, может быть, не может быть, а точно мы выйдем за рамки нашего города и покажем там, что город Клин вообще грандиозный город. Ну а расскажи, как к вам можно присоединиться? К вам защита может присоединиться вообще любой желающий? Любой желающий. Возрастных ограничений нет? Нет, абсолютно нет. Все, три года привели, родители не с кем ребенка оставили. Нет, понимаете, да. Он точно у нас креативный. Тоже, ну да, у нас есть маленькие дети, которые к нам приходят, да, и у нас девочка постоянная просто шикарная и во всех флешмобах принимает участие, но, естественно, они только танцуют. То есть, как бы у нас больше нацелены на подростковый период, когда нужно человеку что-то говорить и что-то ему показывать и подавать какой-то пример, чтобы он общался именно в нужной компании. Ребята у нас готовят во время этих встреч очень интересные лекции о развитии в человеке лидерства, как нужно общаться, на что обращать внимание, на что не обращать внимание, да, это по поводу мнения окружающих и как добиваться вообще цели. Просто нужно, и мы хотим научить людей просто общаться, дружить и воспринимать как бы свой мир, да, по-своему. Не как хотят видеть тебя, а каким ты должен быть. И мы даем дорогу, естественно, всем желающим, если у вас есть идеи, мы их всегда проработаем, поставим, и это будет ваше решение. То есть просто надо приходить, нет никакого собеседования у вас? Нет, нет, естественно, нет. Есть, конечно, критерии, да, которые, из-за которых мы не можем общаться, да, с этим человеком, потому что это пропаганда, предположим, ну, вредных, да, привычек, там, курение, алкоголя. Если мы это видим на странице ВКонтакте, к сожалению, или мы говорим, если человек это как бы принимает, он удаляет это все, чистит свою страницу, то, естественно, он с нами. Потому что мы должны знать, что, и как бы город должен знать, что если человек представляет этот проект, то он хороший, ну, и на него можно равняться. То есть с ним можно общаться, и он никогда дурного ничего не сделает. Так, хорошо, Леша, ну, ты же в первую очередь, наверное, танцор, как-никак. Да. Ты себя считаешь танцором, надеюсь? Да, я считаю себя танцором. А вот интересно, а на кого ты равняешься все-таки в этом искусстве? Ну, вообще, вот мне интересно, ты умеешь делать лунную походку? Да, умею. Да, ладно, ну, это знаешь, так, знаешь, равняешься у тебя на Майкл Джексону такой вопрос возникли. Да, да, умею. Это первое, что пришлось чему учиться, да, несколько лет, потому что я знал, что часто этот вопрос будет задавать, и я мог с полной уверенностью и даже под детектором сказать, что да, я умею это делать. А равняешься на кого в этом? У меня есть много людей, на которых я равняюсь, и я выбрал себе круг, с которыми я общаюсь. То есть я очень часто езжу заниматься в Москву, я считаю, что там присутствуют люди, которые могут тебя чему-то научить. Например, есть много людей за рубежом, которым хочется ездить заниматься, и ты понимаешь, что к ним надо ездить заниматься. Но зачем ездить к ним заниматься за бешеные деньги, если, предположим, человек в Москве уже к ним ездит? Получается, что он учит тому же, что и они. Значит, легче просто приехать к нему, и он выдаст вот эту вот кучу информации. Сейчас мы со своей группой уже посетили около 30 хореографов за это время, за эти 3-4 месяца существования. Мы ездили на очень много мастер-классов по всем направлениям, которые только нам можно было предложить. Это, естественно, в свободное время от тренировок. Сами очень любим ездить к хореографам Саши Шерман, Тоха Андреев, которые хореографы на проект «Танцы». То есть, вот, просто талантливые ребята, на которых хочется смотреть, смотреть, смотреть. А, кстати, да, вот участвовать в проекте «Танцы» не было желания? Предлагали, и готовы были уже, ну, послать меня на кастинг, он в апреле или в мае уже на новый сезон. Но я сказал, что я не готов, в плане, я считаю, что я могу еще больше, и я учусь сейчас тоже, развиваюсь, и я готов. К третьему сезону будешь готов? Ну, думаю, да, я как бы сказал, что... Ну, чтобы было нашему городу за кого поболеть. Ну, да, да, и плюс еще вдобавок, конечно, не хочется это все оставлять, потому что я понимаю, что если ты поедешь туда, если ты пройдешь этот кастинг, то получится так, что ты здесь все оставляешь. Когда ты приезжаешь туда на все это шоу, это очень сложно, чисто вообще морально взять и оставить то, что ты начал в городе, да, и просто повесить на других людей, это как-то не мой принцип. Ну, понятно, но все-таки вот есть у тебя идол, ну, вот прям идеальный танцор. Идеальный танцор? Идеальный танцор, кто для тебя? Он всегда был для меня, он был Майкл Джексон, он всегда останется, и мы всегда с ребятами собираемся, и в день его рождения, и... Ну, в общем, да, он всегда был и всегда останется для нас. Спасибо тебе большое, Леша, что пришел к нам в гости. Приходи еще, рассказывай про свои проекты. Мы желаем удачи, реализовать, да, ближайшее, задуманное на 14 февраля, пусть наш город действительно отметит. И мы вас тоже ждем. Спасибо большое. А я напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Мечетный, руководитель танцевальной студии РЭК и проекта «Танцуй за мной».